Это ток-шоу Грани на канале Atomicen Business. Я Мурат Амирханов. Здравствуйте. В январе 1992 года Казахстан и Китай установили дипломатические отношения. В этом году обе страны отмечают 30-летие установления таких дипломатических отношений. Сегодня в нашей студии мы поговорим о том, как развивались отношения за прошедшие 30 лет, что еще предстоит сделать другим странам для укрепления и развития своих отношений. И в этом мне помогут наши сегодняшние гости. Со мной в студии находится Юрсултан Жансиитов, эксперт Института мировой экономики и политики. И чуть позже к нам по видеосвязи подключится политолог Талгат Калиев, а также президент Китайско-Казахстанской ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии Абелеков Кимильхан Смогулович. Какую оценку можно дать общему состоянию двусторонних отношений за прошедшие 30 лет? К чему мы пришли? За 30 лет, особенно в самом начале двусторонних отношений, были сразу же решены основные стратегические вопросы. Это решены вопросы по границе. И это является на самом деле большим успехом, особенно с такой страной, как Китай. Сейчас вы знаете, на границе Китая они до сих пор не могут решить вопрос, что приводит к достаточно таким негативным последствиям. Ну и в основном наши отношения развивались только в положительном ключе. Были, конечно, свои шероховатости, они везде бывают, но сейчас, можно сказать, китайско-казахстанские отношения на пике. И первый за два с половиной года визит за рубеж товарища Си Цзиньпина, это подтверждает, что именно Казахстан стал первой страной. Отлично. Ну вот к нам уже подсоединились Кимильхан Смогулович, мы видим, и Талгат Калиев. Кимильхан Смогулович, если что-нибудь есть вам добавить к выступлению вашего коллеги, какую оценку вы можете дать 30-летию двусторонних отношений Китая и Казахстана? Здравствуйте. Я тоже считаю, что отношения находятся в режиме прогрессирования, так как я сказал. Ну давайте спросим еще у нашего политолога Талгата Калиева о его оценке 30-летия двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Добрый день. Ну, в целом Китай, конечно, для Казахстана является крупнейшим партнером, учитывая, что это вторая экономика мира. В первую очередь у нас с начала 90-х годов у нас огромные потоки шли китайских товаров, и это крайне помогало нам в кризисный период в части обеспечения товарами народного потребления. И на уровне межгосударственном у нас развивается все более чем позитивно, поскольку есть доверие, есть достаточно хороший уровень почти дружеских отношений между лидерами, как первого президента с руководством Китая, так и у второго президента. И у нас полностью делимитирована граница, ну не только с Китаем по всему периметру, но наиболее сложно, наверное, было с Китаем, поскольку даже у Советского Союза были серьезные проблемы вокруг этого. И в данный момент, я думаю, что отношения переходят на новый уровень, поскольку подписаны новый ряд соглашений. И сегодня Китай является нашим союзником, близким союзником ближайшим. И я думаю, что в рамках развития транскоспийского коридора и проекта «Один поезд, один путь», что для нас крайне необходимо с точки зрения диверсификации маршрутов, Китай и Казахстан будут занимать в нем ключевые места в этих проектах. Спасибо. Ну вот, с сентября 2018 года отношения Казахстана и Китая принято называть как «вечное всестороннее стратегическое партнерство». Ресултан, поясните, пожалуйста, что стоит за этими словами? Здесь вот интересный момент, само слово «вечное». Оно у нас отсылает немного к истории, еще ко временам династии Хань. Тогда вот таким словом, как «вечный мир» или «вечная дружба», «вечный союз» назывались «межгосударственные отношения наиболее стратегически важные». И вот интересно то, что в современном Китае тоже используется эта терминология. Нужно сказать, что вот на тот момент, в 2018-19 годах, единственной и первой страной, с кем КНР заключил такого вида стратегическое партнерство, был Казахстан. То есть это подчеркивает то значение, которое наша страна имеет для Китая, как один из наиболее договороспособных партнеров. И здесь нужно еще подчеркнуть момент, что в 2013 году инициатива «1 поезд, 1 путь» была объявлена именно здесь, в Астане. То есть это именно такие жесты, которые, учитывая еще последний визит Си Цзиньпина, это вот все подчеркивает то, как Китай видит вообще Казахстан, насколько стратегически значима эта страна. Путь мы не такие большие по экономике, не такие большие по вооруженным силам, или по другим параметрам, мы не сопоставим с Китаем. Здесь больше стратегическое. Да, именно для Китая это такой формат, как выстраивать межгосударственные отношения, прагматично, как они говорят. Ну, здесь есть еще ряд своих шероховатостей, рисков, о них можем отдельно поговорить. Ну, вы можете сразу их озвучить, конечно. Ну, например, для Казахстана один из ключевых вопросов – это вопросы трансграничных вод. Я надеялся, что на этом, во время этого визита этот вопрос будет как-либо приведен в какие-то рамки. Ну, видимо, для Китая это тоже стратегически важный вопрос, особенно учитывая засуху, рекорд за 60 лет. Ну, по крайней мере, у нас есть такое стратегическое взаимопонимание и, так сказать, учет двусторонних интересов, хотя китайская сторона в основном действует чисто со своих интересов, но у нас тоже появляются такие рычаги, в которых мы можем усиливать свои переговорные позиции. Это, как было сказано, транскаспийский маршрут, который будет все более и более важен для Китая. Другая позиция – это уран. Казахстан является ключевым поставщиком урана на мировом рынке, а Китай все больше проявляет интересы для того, чтобы диверсифицировать свою энергетику с угля, который сейчас занимает 60%, на другие, более экологичные. И ядерная энергетика будет одна из ключевых. Это вот те позиции, которые Казахстан должен задействовать для решения своих вот таких суперважных вопросов. Талгат, пожалуйста, добавьте, если вам есть что добавить, в части вечного всестороннего стратегического партнерства. Безусловно, с точки зрения формулировок, Китай крайне чувствительно к ним относится. И в Китае не принято разбрасываться подобного рода юбидитами. Поэтому понятие вечного партнерства очень достаточно комплиментарно для Казахстана. То есть, мало того, что они обозначили этим наименованием место Казахстана во внешней политике Китая, но одновременно, спустя два года карантина, первый свой визит Си Цзиньпин совершил именно в Казахстан. Это тоже обозначает его приоритеты во внешней политике. Спасибо большое. Ну, наверное, следующий вопрос мы адресуем. Ким Ильхан Солдович, вам. Расскажите, пожалуйста, про наши торгово-экономические связи. Вот мы знаем, вы являетесь президентом Ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии. Но так или иначе, мы попросим вас затронуть не только продовольственный вопрос, но также вопросы по торгово-экономическим связям в сферах промышленности и туризма. Ну, дайте, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, я, например, чуть-чуть бы хотел вернуться к предыдущему вопросу о вечном мире между нашими странами. Кроме того, что мои коллеги говорят, это слово «вечно» применяется где-то, может быть, в ненасказательном смысле, я считаю, что это определение является на самом деле реальным словом, обозначающим наши реальные отношения. Потому что Китай вечно был заинтересован в Казахстане и вечно будет заинтересован в Казахстане как в хабе, в транспортном коридоре, при выходе на европейский рынок, который является, как вам известно, самым богатым, самым емким, самым потребительско-емким рынком. И вообще, на мой взгляд, все взаимоотношения во всем мире, вся мировая политика крутится вокруг борьбы за европейский рынок. И все эти войны идут вокруг борьбы за европейский рынок. И сейчас Китай, беспрецедентно сконцентрировав власть, власть нацелен на порыв Кирилл-Застана на европейский рынок. Впервые за 2000 лет у Китая появилась исключительно реальная возможность. Да, конечно, сейчас этому делаются всякие препятствия. Ту же самую Россию спровоцировали на войну с Украиной и опять перекрывают Китай путь на европейский рынок. Вызывают конфликты в районе Тайваня, чтобы отлечь Китай на другую сторону, отлечь от европейского рынка. Но в любом случае, конечная цель Китая – это прорыв на европейский рынок. Это их тысячелетняя мечта. И вот все наши сегодняшние торговые отношения, торговля. Если вы замечаете, Китай не особо так заинтересован в поставке любой какой-либо продукции из Казахстана. Почему? Потому что Китай все еще, не все еще, а в целом направлен на пробитие этого коридора, на задействование этого транспортного коридора в Западной Европе, в Западной Китае. При введении строя этого транспортного коридора, вся продукция, которая производится в Казахстане, она не сможет обеспечить потребность этого коридора. Нам еще нужно будет наращивать наши производственные мощности. В первую очередь, продовольственные. Именно поэтому Китай сейчас придерживает Казахстан, чтобы мы не особо там направляли свои, так сказать, реализационные такие ресурсы на Китай. Потому что именно на обеспечение этого транспортного коридора необходимой продукции для движения всех этих людских ресурсов в том и ином направлении, для этого наших мощностей сейчас уже не хватает. Поэтому вот надо рассматривать перспективу развития наших торговых отношений именно с этого коридора. То есть, если сейчас Казахстан пытается реализовать свои там пшеницу или мясо, или что там направляет свои, пытается продать на китайский рынок, с открытием этого транспортного коридора в Западную Европу, в Западную Китай, этот рынок придет к нам, в Казахстан. Нам тут никуда не надо ходить. Рынок сам к нам идёт. Вот такое мое мнение. Хорошо. Ну вот в части сельского хозяйства, вот расскажите, пожалуйста, как осуществляются инвестиции Китая в сельское хозяйство Казахстана? Ну это больной вопрос. Вообще, при открытии вот этого транспортного коридора в Западную Европу, в Западную Китай, был одновременно сформирован так называемый финансовый фонд «Селковый путь». Потом вот эта транспортная программа, она постепенно путем объединения нескольких программ была сведена к одной программе «Один пояс, один путь». Но вот этот фонд «Селковый путь», вот так и остался с этим фондом. И все инвестиционные рычаги использования средств этого фонда, они направлены именно на развитие продовольственной инфраструктуры вдоль этой инфраструктуры. И вот этот фонд до сих пор и задействован. Там в свое время было накоплено большие средства, там где-то средства европейского бизнеса, китайского бизнеса, российского бизнеса. Ну и Казахстан, естественно, тоже принял посильное участие, но наша роль – это представление нашей территории. Главное, потому что из этого протяженности этого коридора 6400 километров, 2800 проходит по территории Казахстана. И это колоссальная возможность, по-моему, это вообще экономическая, финансовая основа экономического развития Казахстана. Использование Казахстана как хабр. Мы можем здесь применить такие рычаги, которые помогут Казахстану обеспечить социальное развитие социальных вопросов только за счет поступления от этого. Это уникальная возможность. Хорошо. Спасибо, Ким Михаилович. Но, к сожалению, один из наших гостей вынужден покинуть эфир в связи с чрезвычайной занятостью. Талгат, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Будем надеяться, что в следующий раз у вас будет чуть побольше времени, чтобы вы с нами поделились всеми своими познаниями в области Кирайско-Казахстанских отношений, ну и в целом по другим вопросам. Большое спасибо вам за ваше время. Всего доброго. Ну что ж, давайте потихоньку перейдем к проблемам насущным. Сейчас все обеспокоены безопасностью, мировой, региональной и так далее. Давайте поговорим об инициативе по глобальной безопасности. Такой документ существует и в рамках этого документа проходит взаимодействие между двумя странами по линии правоохранительных органов, по линии спецслужб, по линии оборонных ведомств. Юр Султан, пожалуйста, расскажите. Здесь нужно сказать, что китайское руководство очень чутко и тонко расценивает, что происходит вообще в мировой геополитике. Я неправильно понимаю, что идет слом существовавшей мировой архитектуры безопасности в том числе. И этот вакуум Пекин собирается заполнить новой программой, где будут новые правила международных отношений, но где Пекин будет играть, можно сказать, первую скрипку. И данная инициатива безопасности глобальной, она является такой флагманской для Сизимпина, так же как инициатива сообщества единой судьбы, обычно это вместе озвучивается. И в этот раз во время этого визита в совместном заявлении косможематки мелочи Сизимпина было указано, что Казахстан присоединяется к предложенным Сизимпинам инициативам, в том числе по глобальной безопасности. Это подразумевает конкретно для нас то, что Китай будет уже больше задействован в обеспечении безопасности, в том числе в Центральной Азии. Вот этот момент, кстати, стал новым в казахстанско-китайских отношениях, потому что все предыдущие 30 лет, все наши переговоры в основном были про инвестиции, про торговлю, бизнес и так далее. Вопросы безопасности больше решались в формате ШОС. Да, это тоже такая китайцентричная организация, но туда входит не только Казахстан, на двухсторонних отношениях тоже были связи между военной ГДМС, но для Китая именно январские события стали тем сигналом, который им дали понять, что они фактически не имеют такого, можно сказать, рычага влияния на безопасность Центральной Азии, в том числе для защиты собственных интересов, собственных инвестиций. И в случае чего они не могут заблаговременно гасить опасности для своей провинции Синьцзянь. И в этот раз председатель КНР несколько раз подчеркнул именно вот этот тезис об укреплении общей безопасности. Это было заявлено в статье, которая была опубликована до его визита. Это было заявлено во время двусторонних встреч с президентом. Это было заявлено во время ШОС. И это было отмечено в совместном заявлении между президентами. То есть это говорит о том, что Китай с этого момента будет включать вопрос безопасности в обязательную поездку свою. И здесь нужно отметить, что за последние 10 лет вообще в целом КНР увеличил экспорт вооружения в целом в Центральную Азию с 1,5 до 18 с лишним процентов. То есть это не экспорт КНР, а импорт стран Центральной Азии. То есть можно сказать, что у нас начинает увеличиваться процент китайского вооружения. Китайского вооружения. Конкретно для Казахстана это, например, инглонг беспилотники. Мы тоже у Китая берем. И некоторые средства связи, оптика и так далее. Это с одной стороны, да, мы диверсифицируем свои поставки. Но с другой стороны, Китай незаметно-незаметно может продвигать свои технические стандарты. Да, это делают все страны, но Казахстану в этой ситуации нужно балансировать. Мы не должны полностью перейти на тех стандартов либо КНР, либо любой другой страны. Мы должны также развивать альтернативные поставки, в том числе вооружения, и у себя тоже ВПК свои развивать. И при этом следить, чтобы они между собой как-то коррелировались, да, если мы возьмем, грубо говоря, снаряды в одном месте. Ну, это понятно. Хорошо. Ну вот в этом ключе шанхайская организация сотрудничества. Насколько ее формат сейчас отвечает современной ситуации? Есть ли вообще планы по, так скажем, пересмотру самой конструкции этой организации, целей ее и методов сотрудничества? Ну, нужно сказать, что ШОС изначально появилась как площадка для выстраивания такого коллективного диалога с постсоветскими странами, которые появились после развала СССР. Китай был заинтересован, чтобы обеспечить мир на своих западных границах. Теперь же формат ШОС увеличивается. Ну, там уже Пакистан с Индией, теперь вступает Иран. Ну, еще президент Турции выразил желание тоже присоединиться к семье ШОС. Надо сказать, что ШОС чуть-чуть отстает в актуализации своей внутренней повестки. И эта повестка, вот с точки зрения Казахстана, не должна быть антизападной. Потому что сейчас уже в ШОС включены такие ярко антизападные страны, как Россия, Иран, и в том числе Китай, у которых еще нет прямого военного конфликта, но они в одном шаге. И внутри организации Казахстана нужно продвигать собственную повестку, чтобы не оказаться в таком противозападном блоке, потому что это не соответствует нашим интересам. Там есть Индия, и если мы туда еще будем лоббировать вовлечение Турции, мы сможем выстраивать контрбалансы внутри ШОС. И продвигать новые вектора направления, в том числе по экономике. То, что нам важно, это транспортные коридоры, создание банка ШОС, привлечение инвестиций, продовольственная безопасность. Ряду государств не хватает, например, еды, а Казахстан имеет большой потенциал, как только что было отмечено. Поэтому мы должны свои интересы соблюдать. Хорошо. Ну что ж, подводя итоги нашей беседы, вот несколько лет назад, ну или даже, может быть, лет 10-15 назад, было очень модно такое понятие, как сенофобия. Вот актуально ли сейчас говорить об этом явлении, сохраняются ли среди населения такие настроения и насколько они вообще обоснованы? Кимик Хан Смогович, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, сенофобия, она у нас двух видов. Первая, это, значит, из поколения в поколение, передающая сенофобия, растворение казахской национальности в Китайском море. Сейчас уже, как говорится, на медицинском, научном уровне доказано, что у каждой нации есть идентификационный генокод. И сейчас уже доказано, что при наличии одного из партнеров китайцев, независимо от мамы или папы, ребенок 100% рождается с китайским генокодом. Ну что ж, это больше из разряда, так скажем, семейно-бытовых отношений. Нет, почему? Это вопрос национальной безопасности. Что такое Казахстан без казахской нации? Без идентичности, да. А второй вопрос, это вооруженный захват территории Казахстана. Казахстан тоже, как один из вариантов, что китайцам при его густоте населения, плотность населения необходима новой территории. Так вот, если я с первой опасностью, угрозой считаю ее реальной, то вторую я считаю нереальной. Китаю наша территория нужна только как транспортный коридор. Если взглянуть чуть дальше в историю, вот дата строительства Киева известна, она где-то 1200 лет. Дата строительства Москвы известна, она где-то чуть больше 800 лет. А на территории Казахской степи есть город Тарас, которому более 2000 лет. То есть на целых тысячу лет раньше у нас в степи стояли города благодаря существованию селковых путей, функционированию селковых путей. На этой финансовой основе было развитие Казахской степи. В связи с созданием Киевской Руси и междуусобиями славянских племен, этот шелковый путь был перерублен. Китай был вынужден идти на европейский рынок через Индустанский полуостров, через океаны, через Индийский океан, через Тихий океан, Суветского канала тогда не было, в обход Африки, но все равно китайский бизнес прорывался на европейский рынок. Это уже исторически показывает, что если есть какое-то препятствие, китайская цивилизация так или иначе это препятствие найдет чем решить. Ким Ильхан Смогулыч, к сожалению, мы по времени сейчас ограничены и вынуждены закругляться. Поэтому я хочу вас поблагодарить за участие в сегодняшней программе. Надеемся в будущем еще раз с вами увидеться здесь, в этой студии. Большое спасибо. Это было ток-шоу «Грани» на канале Атамикен Бизнес. Я Мурат Амирханов. Увидимся в следующих выпусках. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok